В школе. Учительница говорит. Сегодня у нас контрольная. Блондинка спрашивает. А можно пользоваться калькулятором? Учительница. Можно? Другая блондинка спрашивает. А циркулем? Учительница удовлённа. Можно? Итак, запишите тему контрольной. Отмена крепостного права. Священник говорит жене. Сегодня я осчастливил семь человек. Обвенчал три пары. Жена отвечает. А седьмой кто? Священник. Ну я же не бесплатно это делал. Глядя как мама примеряет новую шубу из натурального меха, Вовочка заметил. Мама, неужели ты не понимаешь, что эта шуба – результат ужасных страданий бедного несчастного животного? Мама посмотрела на Вовочку и строго ответила. Как ты можешь так говорить о родном отце? Учитель химии спрашивает ученика. Если я положу свои часы вот в этот раствор, как ты думаешь, они там растворятся? Ученик отвечает. Нет, учитель. Отлично. А почему? Ученик. Потому что если бы они там растворились, вы их туда бы не положили. В школе учительница спрашивает ученика. Вовочка, а как познакомились твои родители? В ответ слышит. В деревне, на дискотеке? Учительница. Как романтичную. Вовочка продолжает. Да ничего особенного, просто мама не танцевала. И папа попросил ее помочь толкнуть трактор. В школе разговаривают два ученика. Первый говорит. Вовочка, а что это за тетенька, которая часто к тебе домой вечером приходит? В ответ слышит. Да встречается тут одна со мной. За деньги. Первый недоуменно. Проститутка. Вовочка улыбаясь. Нет, репетитор по математике. Сын подходит к отцу и спрашивает. Папа, у меня к тебе два вопроса. Отец отвечает. Да, сынок. Мальчик продолжает. Первый, можно ли мне получать побольше денег на карманы и расходы? А второй, почему нет? Летел как-то крутой менеджер в самолете по делам. А рядом с ним девочка маленькая сидит. Красивая такая, с бантиком. Полет долгий, решил менеджер завести разговор. Я слышал, что время проходит быстрее, когда о чем-нибудь беседуешь. Девочка, и о чем же вы хотите беседовать? Менеджер. Ну, я даже не знаю. Может о глобальном потеплении? Девочка. Хорошо, только вот скажите сначала. Например, на лугу стоят овечка, коровка и лошадка. Они кушают одну и ту же травку. У овечки какашки такие маленькие и круглые, у коровки лепешками, а у лошадки такие крупные и комками. Вы не знаете почему? Менеджер. Нет, девочка, не знаю. Девочка. Так какой смысл мне с вами беседовать о глобальном потеплении, если вы даже в говне не разбираетесь?